Ваша Валентинка готова к свиданию. Кто готов к свиданию со мной? Ну не знаю, я бы такой макияж, конечно, бы и не делала на свидание, да и вообще я такое не ношу. Не Новофранция, я таких девушек на 14 февраля, да и вообще не встречала никогда. Всем привет, меня зовут Татьяна, рада вас снова видеть на своем канале и в преддверии 14 февраля, хотя я этот праздник вообще не люблю, для меня праздники это мой день рождения, Новый год, Пасха и Рождество. Всё! Других праздников не существует. Ну ладно, проехали. Сегодняшний обзор будет посвящен палетке Мини Лав от Наташи Диноны. И, конечно же, эта палетка как дополнение палетки Лав, большой палетки Лав, на которой я делала обзор. И у меня есть даже несколько видео на эту палетку, меня понесло на творчество, я повторяла макияжи и за Наташи Диноны и делала обзор на эту палетку. Эта палетка мне, кстати, очень понравилась, мне понравилось качество, мне понравились там и шиммерные оттенки, правда их было немного, тоже там были и сатиновые оттенки, как и в этой палетке, куда без сатинов Наташа. Но я уже успела посмотреть обзор американских бьюти-блогеров на эту палетку, и они сравнивали эту палетку с большой палеткой Лав. И эти оттенки, есть, конечно же, похожие оттенки, но они прям не в точь-в-точь. Эта палетка считается как дополнением к большой палетке. Я, конечно же, большую палетку продала уже, потому что, ну, такие оттенки, хотя она даже мне очень сильно понравилась, я в жизни не ношу. И было бы странно носить здесь такие оттенки. Эта тема вообще отдельная, если хотите, я могу снять на неё видео. Большую палетку Лав я продала, но, по-моему, буду продавать и вот эту. Также у меня сегодня будет на обзоре помада, естественно, а палетку для лица я не взяла, потому что это совершенно не мои оттенки. Я не люблю кремовые румяна, я не люблю розовый хайлайтер, ну, в смысле, с розовым потоном это тоже не моё. Я люблю только золотистые, бронзовые, а вот с розовым нет вообще. Поэтому я купила только палетку и помаду. И, кстати, опять 25, я не знаю, что происходит с Наташинами релизами на французской Сифоре. Она обещала выпустить палетку, ну, вообще полностью коллекцию 28 января. Я уже постила в Инстаграме мои недовольствия по поводу релиза Наташи в Инстаграме. И на сайте Сифоры появилась только палетка для лица и помада. В первую очередь я купила, конечно же, помаду, потому что я думала, что помаду тоже очень быстро разберут. Поэтому я решила заказать помаду. А затем уже, когда выйдет палетка, то закажу и палетку, потому что палетка тоже очень быстро уходит на Сифоре. И что вы думаете? Эта палетка появилась, по-моему, 2 февраля, а не 28, как Наташа обещала. Поэтому я хотела сделать быстрый обзор, а получилось, ну, как всегда. Сегодня я очень сильно подготовилась, как видите. Серги сердца, красная блузка в мелкий цветок, что еще нужно для свидания, да? Но так как я не люблю эти праздники, естественно, я ни на какое на свидание не пойду, еще и в таком виде. Нет-нет-нет. Сегодня я просто сделаю обзор и поделюсь своим мнением по поводу палетки. Понравилась ли она, мне не понравилась, потому что предыдущие палетки, мини-палетки, да и не только мини, меня уже очень сильно расстраивают и уже нету того ощущения, что ой, я так хочу то, что выходит от Наташи. Уже просто покупаешь, потому что просто нужно сделать обзор. К сожалению, это так, но последние релизы от Наташи меня не впечатляют и не удивляют. Ну, может быть, с этой палеткой что-то изменится. Давайте уже приступим к обзору этой палетки. Желаю вам приятного просмотра и поехали! Очень хочется сразу сделать вотчи. Сейчас я покажу, как выглядят эти оттенки на руке и затем посмотрим макияж. Субтитры сделал DimaTorzok Это палетка в холодных сиреневых оттенках, но некоторые холодные сиреневые оттенки мне идут. Посмотрим, как сегодня я буду выглядеть с этими холодными оттенками. Начну я, конечно же, с вот этого вот сиреневого цвета. И он называется True. Эта палетка вообще называется You Are My True Love. Практически признание в любви. И оттенок True буду наносить в складку века. Века я не припудрила. Я сегодня нанесла консилер от Tarte Shape Tape. Очень редко его использую, но сегодня чего-то захотелось. Ой, оттенок очень мягкий и очень пылит. Дотрагиваю совсем слегка и он уже начинает пылить. Ой, он мне очень нравится. Этот оттенок, оттенок Mauve. Мне идут такие оттенки. Это такой вот светло-лиловый оттенок. И посмотрите, как он хорошо проявляется. У него хорошая пигментация. Очень мягкий оттенок. Я обожаю матовые тени от Наташи. И вот в таких вот маленьких палетках они ничуть не хуже и ничем не отличаются от больших. Ну, слушайте, раз-два и растушевка готова. Просто отличная растушевка. Очень мягкая, быстрая, без пятен. Просто обожаю. Нанесу сразу на нижнее веко. Просто наносится с одного движения. Очень люблю, когда макияж происходит очень быстро, ненавязчиво. Не нужно плясать танцы с бубнами. Я, правда, не знаю, что я буду делать, какой макияж. Хочется что-то такое прямо яркое, нарядное. Но я надеюсь, что у меня так и получится. Затем набираю вот этот вот темно-сиреневый холодный оттенок. Он называется Mai. И хочу прям сделать такую графичную стрелку. Растушеванную, конечно же. Эта кисть, конечно, не подходит. Надо взять чуть меньше. Этот оттенок тоже пигментированный. Но он немного суховатый. И отличается немного от предыдущего. Такая вот стрелочка. Наношу предыдущий оттенок в складку века. И вот соединяю вот это вот пространство. Соединяю темный оттенок со светлым. Нанесу вот этот вот оттенок. Это сатиновый оттенок. И он называется A. Это очень красивый бежево-розовый оттенок. Ой, много набрала. Затем буду наносить самый красивый оттенок в этой палетке. Он называется Love, естественно. Это единственный красивый шиммерный оттенок. И он немного фольгированный. Потому что видны такие вот хлопья здесь. И он очень похож с оттенком из палетки Love. Он мне тоже понравился. Там тоже был такой вот красивый розовый дуахром. И попробую нанести я тоже этот оттенок кистью. Вау, какой красивый. Но кистью он плохо наносится. Нет. Только пальцем. Красивый розово-сиреневый дуахром. Конечно, оттеночек не такой плотный. Я вижу свое веко. Не знаю, как добиться плотности. Потому что вот все остается здесь. Опять же набираю вот этот вот сатиновый оттенок. И нанесу его во внутренний уголок. Этот оттенок, смотрите, какой плотный. Плотнее, чем вот этот вот дуахром. Я в шоке. Обычно сатиновые оттенки не такие плотные. Я вот смочила палец водой. И так наносится более плотнее этот оттенок. И даже как-то дуахром лучше проявился. И на нижнее веко я наношу вот этот вот оттенок. Это тоже сатиновый оттенок. И он называется Ю. Такой вот красноватый сатиновый оттенок. И он тоже хорошо наносится кистью. Я бы даже сказала, что это сатиновый металлик. Так. Подправлю мою стрелочку. Потому что уже я все испортила этим дуахромом. Наношу еще раз темно-сиреневый оттенок. И мне хочется добавить в слизистую коричневый карандаш. Возможно, даже черный. Сейчас посмотрю. И добавляю опять светло-сиреневого в складку века. Ну и, конечно, для такого макияжа нужно обязательно сейчас наклеить ресницы. Чтобы быть прям, ну полностью. Чтобы убить взглядом своего возлюбленного. Я так понимаю, что так кто-то, возможно, пойдет на свидание свое. Конечно, тут на свидание так никто не ходит. В таком макияже. Если вам, девочки, интересно, чтобы я рассказала, как происходит здесь свидание с европейскими мужчинами. Ну, в частности, французами. Но это касается практически всей Европы. То я могу рассказать, если вам эта тема интересна. Это очень смешно, забавно. Ну и местами очень грустно и печально. Потому что свидание с русскими, либо там с постсоветскими мужчинами очень сильно отличается. Свидание с европейскими мужчинами. Потому что это, ну вообще, небо и земля. Это не то, как мы привыкли. Короче, если вам интересна такая тема, дайте знать мне в комментариях. Так, ну и давайте накрасим губы помадой. Которая называется Amorosa. Наверное так. 36 NP. И вот такая вот она красивая. Это помада Limitka. В таком вот красном футляре. И она тоже на магните. Вот такого вот она оттенка. Я уже ее наносила. И Наташа говорила, что это прям уникальный оттенок. Который может подходить всем, любым девушкам. Любому цвету кожи и так далее. Но он на каждом раскрывается по-своему. Потому что это зависит от цвета кожи лица. От пигмента ваших губ. И на ней это смотрелось чуть теплее. На мне это смотрится чуть-чуть холодней. Ой, Наташины помады просто обожаю. Она так пахнет. Не знаю, какой-то ванилькой или каким-то десертом. Очень приятная. Сравню потом с моей помадой. Это оттенок Jennifer. Также от Наташи Динаны. Ну, здесь еще зависит оттенок от вашего карандаша. Если карандаш теплого оттенка, естественно, она будет с теплым таким вот потоном. Если холодный карандаш, то, естественно, наоборот. Я хотела добавить хайлайтер от Наташи Динаны. Но я так подумала, что вот этот вот оттенок сатиновый, такой вот бежево-розовый, можно использовать как хайлайтер, потому что под брови он просто блестит очень плотно и так насыщенно. И очень похож на хайлайтер. Можно его также использовать в качестве хайлайтера. Но он с таким вот немного с белым потоном, с холодным потоном. Ну, ничего, я его добавлю. Ух! Чтобы сочеталось с оттенком под бровью. Да, забыла самое главное. Аксессуар самый главный забыла. Как бы тоже сердца. Надо же соответствовать макияжу. Это те самые сердца, которые я заказывала с Алиэкспресс. Вот, другое дело. Сама Валентинка прям в студии. Давайте поговорим о палетке. Понравилась она мне, не понравилась. Конечно, качество палетки мне, в общем, понравилось. Мне понравилось, что это произошло очень быстро, легко, ненавязчиво. Ну, и как обычно, Наташа уже не ставит такие вот оттенки, как это было в мини-голд. Это тот самый желтый-зеленый оттенок, который просто покорил мое сердце. И он был настолько уникальным, настолько влажным, красивым, глиттерным. Очень красиво переливался на веки и сверкал. И все-все мне нравилось. И с каждой последующей палеткой у нее уже не было таких оттенков. Не знаю, почему. Это уже большая редкость, видимо. Ну, и в этой палетке это не исключение. Такого оттенка нет. Вот есть вот этот вот один, единственный розово-сиреневый оттенок. Свощится он красиво, но на веки он не выглядит плотным. Его невозможно наслоить так плотно, чтобы он перекрыл полностью века. Чтобы хорошо был виден дуохром. Такого нет. Он полупрозрачный. Это не то. Я думала, что он будет намного больше сиять. И, естественно, здесь без сатинов никак не обходится. И здесь их аж два. Это вот такой вот бежево-розовый и такой вот красноватый. Это прям сатиновый металлик. И вот, кстати, сатиновый, он намного плотнее. Потому что, когда я наносила его внутренний уголок, он быстренько нанесся. Его не нужно столько наслаивать, как вот этот вот. И я удивилась, что сатиновый оттенок такой вот плотный. Его, кстати, можно использовать как хайлайтер, если вы не такая вот сильно смуглая, как я. Потому что он более такой холодный и немного такой вот белесый. Вот этот вот красно-сатиновый металлик я наносила на нижнее веко. Кистью, кстати, хорошо он наносится. Но лучше наносить влажным способом. Когда смачиваешь кисть, он лучше наносится. И чуть-чуть ярче и чуть-чуть плотнее получается. Этот вот тоже оттенок можно наносить влажным способом. Нужно намочить палец. И тогда он хорошо ложится. И тогда и дуохром больше раскрывается. Матовые оттенки. Никаких претензий. Всё очень классно. Всё качественно. Конечно, вот эти вот сиреневые оттенки иногда дают пятна на веках. Но с этими оттенками такого не произошло. Хотя вот этот вот тёмный оттенок немного суше, чем вот этот вот предыдущий. Этот просто растушевывается отлично. Прям как по маслу. И мне он очень понравился. В общем, палетка неплохая. Хорошая. Если вы не ожидаете, что такого прям вау от этой палетки, то я, конечно же, её советую. Ну и, конечно, если вы любитель таких оттенков, если вы часто используете такие оттенки, то, конечно, она вам понравится однозначно. Я такие оттенки не использую. И вообще на свидание здесь с такими оттенками не уходят. Вообще здесь ярко не красятся. Я только вот отрываюсь только перед вами на обзорах. В жизни я практически уже не крашусь. У меня поменялись полностью не то что вкусы. Вкусы, может быть, и они остались. То, как я красилась, конечно же, в Украине, очень сильно отличается, как я крашусь, можно сказать, макияж без макияжа. Я ношу здесь. Очень хорошее видео насчёт этой темы. Раскрыты в ТикТоке. Я видела несколько таких видео. И это когда девушка переезжает в другую страну. Либо это Америка, либо это Европа. И первый год, ну типа первый год, она ходит так, как и ходила в своей стране. Носит слишком яркую одежду. Либо делает очень яркий макияж, каблуки и так далее. А вот через некоторое время, ну может быть на второй год, как она начинает выглядеть вообще совершенно по-другому. И типа выглядит чуть ли не как бомж. Вот у меня произошла практически такая же ситуация. У меня полностью поменялось и в внешнем стиле, и в макияже. Здесь намного к всему относятся настолько проще. И не заморачиваются на эту тему. И особенно девушки, то вообще. Я могу снять насчёт этого видео и рассказать, как здесь вообще происходит. Либо свидание, либо как здесь относятся к внешнему виду, к макияжу и так далее. Качество помады и оттенок от Наташи мне очень понравилось. Вообще, это моя самая любимая формула от Наташи. Это является моим топом. И я тоже хочу сравнить её с моей предыдущей. Это I Need a Nude 22P Jennifer. Посмотрим, такая же она. Да, по размеру такая же. И сейчас сравню оттенок. Jennifer, посмотрите, уже практически её нет. Я обязательно закажу вторую. Это мои самые любимые помады из всей моей коллекции. Просто обожаю её качество. Они настолько мягкие, комфортные. Ну просто, я не знаю. Это самые лучшие помады, на мой взгляд. Итак, вот такие вот свочи. Они немножко чем-то похожи. По тону них одинаковые. Они оба красно-коричневые. Новая помада, она более коричневая. Моя помада Jennifer, она более красноватая. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии по поводу сегодняшнего обзора. Также ваши лайки, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. И я увижу с вами в следующем видео. Пока!